Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал о марке, составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, напоминаю, что сегодня состоится вебинар в 15.00 по московскому времени, причем тему этого вебинара традиционно определяете вы. В нашем телеграм-канале мы запустим голосование, предложим сразу несколько топиков на выбор, они будут касаться большого количества финансовых инструментов. Та тема, которая наберет больше всего голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Поэтому обязательно поучаствуйте в голосовании, отдайте свой голос за именно нужную тему, потому что я по-прежнему добиваюсь и очень хочу, чтобы вы получали прежде всего тот контент, который представляет интерес для вас. Ну что ж, друзья, в целом эта неделя обещает быть крайне интересной на фундаментальные отчеты, потому что мы продолжаем следить за очень важными релизами из США. После данных по Non-Farm Perils переключаем внимание на статистику по инфляции. Здесь уж точно можно сказать, что этот индикатор показателей будет напрямую влиять на действия Федрезерва касательно ключевой процентной ставки. От этого строится долгосрочное понимание того, что может произойти дальше с долларом. Доллар очень влияет на прочие и оставшиеся финансовые инструменты. Да и в целом можно сказать, что американская монетарная политика – это тот самый фундамент, который формирует рыночные настроения. А рыночные настроения уже сказываются на динамике рисковых инструментов и защитных. Помимо данных по инфляции на этой неделе, которые выйдут в среду, нам предстоит также в этот же день в среду проанализировать протоколы последнего заседания американского регулятора. В этот же день пройдет заседание Банка Канады, где будет приниматься решение по ключевой процентной ставке, но судя по крайне провальному отчету по канадскому рынку труда, который мы получили в пятницу, практически нет сомнений в том, что Банк Канады будет откладывать вопросы, может быть, с корректировкой ключевой процентной ставки на текущем этапе, опасаясь, например, еще большего роста инфляции, но при этом начнет готовить нас вербально к тому, что следующее решение будет связано со снижением ключевой процентной ставки. Снижение процентной ставки, смягчение национальной монетарной политики, мы знаем, это, очевидно, негативный фактор для национальной валюты. Пару доллар-каналец мы держим в длинных позициях и, соответственно, в одном шаге от нашего среднесрочного целевого ориентира. В четверг состоится заседание Европейского центрального банка, также в этот день ждем данные по инфляции в Китае, которые мы будем анализировать как индикатор потребительской активности. И Китай для нас имеет еще большое значение, потому что мы следим за рынком нефти. На прошлой неделе нам удалось дожать этот инструмент до психологической планки в 90 долларов за баррель. В принципе, можно сказать, что бренд сейчас после коррекции с открытия текущего дня топчется в районе указанной планки. Но к нефти мы еще вернемся. И в пятницу выйдут данные по ВВП промышленному производству Англии. Фунт также в нашем портфеле, но британскую валюту, как и евро или как и прочие рисковые инструменты, мы в целом сохраняем в коротких позициях. Я не вижу перспектив этих инструментов на фоне ожидания роста американского доллара. Индекс доллара 104.10. Вы знаете, после данных по Non-Farm Perils, которые вышли в пятницу, американская валюта явно достойна того, чтобы торговаться выше. Но, видимо, чего-то не хватает покупателя. Может быть, времени. Времени действительно было в пятницу. Не так уж и много после выхода отчета, чтобы отыграть статистику. И я надеюсь, что до выхода данных по инфляции в США, которые мы ожидаем в среду, все-таки американскую валюту смогут из-за заточить повыше. Касательно данных Non-Farm Perils, общее количество новых рабочих мест вместе с хозяйственного сектора. Прирост на 303 тысячи. Прогноз предполагал рост на 200 тысяч, значение за прошлого месяца 270 тысяч. Уровень безработицы снизился с 3,9 до 3,8 процентов. Еще один важный компонент – это динамика роста средней зарплаты. Плюс 4,1 процента в соответствии с прогнозом. Эти данные, мягко говоря, свидетельствуют о том, что рынок труда прогрессирует. Ну и я думаю, что вы со мной согласитесь, иначе интерпретировать эту статистику невозможно. И снова делаю отсылку на последнее заявление представителя американского регулятора, что при сильном рынке труда, конечно же, внутри американской экономики сохранятся предпосылки для роста инфляционного давления. И чем больше будет этих предпосылок, чем отчетливее будут вот эти инфляционные риски, тем, соответственно, больше будет оснований МФИД резерва пока что сохранять выжидательную позицию. Мы помним выступление Паула в Гарвардской школе бизнеса о том, что на текущем этапе именно выжидательная позиция является правильным тактическим решением, потому что устойчивость экономического роста и сильный рынок труда не позволяют американскому регулятору взять и смущить национальную монетарную политику. Параллельно с подобными комментариями мы следим за инструментом FedWatch Tool. Буквально прошлой неделе мы начинали с вероятностью снижения ставки в июне где-то в районе 67%. Я вам говорил, что если выйдут данные по non-farm payroll в соответствии с нашим прогнозом, сильными ожиданиями, если будет хорошая статистика, эту неделю мы с вами начнем с вероятностью снижение ставки в июне уже ниже 50%. Оказались правы текущие показатели этой вероятности от FedWatch Tool 46%. И впереди у нас отчет по инфляции, где, как ожидается, эта мартовская статистика по индексу потребительских цен будет зафиксирован при роздразе, это важно, с 3,2 до 3,4%. И я полагаю, что после этого отчета прямо уже не останется оснований у продавцов, чтобы навязывать какое-то давление покупателям и просто отпустить ситуацию и позволить индексу доллара рвануть выше 105 пунктов. Золото 2343 доллара за тройскую унцию. Новый исторический максимум. Мы уже привыкли к такой динамике золота практически каждый день. Вопреки, опять же, наличию определенных обстоятельств, из-за которых золото должно было бы снижаться. Это устойчивость доллара и значительная рост доходности американских облигаций. Сейчас это уже многомесячные максимумы после выхода данных по Non-Farm Perls по десятилеткам 4,42%. Если вы сидите в длинных позициях и аргументируете это решение тем, что сохраняются геоплитические риски и рано или поздно американские регуляторы, как и другие центральные банки, начнут смещать экономическую политику, я вас отговорить не буду. Долгосрочно, да, это факторы, которые оказывают и будут оказывать поддержку золоту. Но я делаю, наверное, сейчас больше акцент для тех, кто сейчас думает, стоит ли открывать позицию по золоту или нет. Друзья, золото крайне перекуплено и, опять же, мы наблюдаем очень странную динамику, когда одновременно растут доходности американских облигаций и золото. В этой связи моя рекомендация остается прежней. Не лезьте в этот рынок, потому что после такого ралли может последовать крайне неожиданная и не менее значительная коррекционная динамика. Поэтому лучше уж не трепать себе нервы и поработать с другими инструментами, где, на мой взгляд, более предсказуемые тренды. Долг канадец 1,36, наша целевая отметка 1,3650. Как ожидалось, канадская статистика по рынку труда очень сильно разочаровала. Общее количество новых рабочих мест за месяц минус 2,2 тысячи. Прогноз предполагал рост на 25 тысяч. Уровень безработицы при этом вырос с 5,8 до 6,1%. Сравниваем эту статистику с американской, где отчеты лучше существенного ожидания прогнозов. Понятное дело, что путь вверх для пары открыт. Биткоин, как тоже прогнозировалось, довольно быстро вернулись в район 70 тысяч. Это перевалочный пункт. После консолидации я ожидаю дальнейшего роста к новым максимумам. Доллар иена 151,80. До нашей цели 120 пунктов. Еще раз большой акцент на то, что эта сделка основана на исключительно рыночном сантименте. Толпа находится в продажах, но при этом и Минфин, и Банк Японии продолжают забрасывать рынок пока что вербальными интервенциями. Это продолжается каждый день. Вот и сегодня комментарий веда о том, что этим летом заработные платы вырастут, подстегнет, эта динамика подстегнет рост инфляции и, разумеется, Банк Канады повысит процентную ставку. Казалось бы, на этом фоне нужно шортить валютную пару доллар иена. Но я допускаю, что можно еще выжать по максимуму из-за прежней волны роста и локального, даже среднесрочного восходящего движения. С целевой отметки 153 иены за до утра. Если вы готовы рисковать, сидите в этой паре с данной целевой отметкой. Евро против доллара 1,0833. Производственный заказ в Германии снижение на 10,6% в годовом выражении. Данные по рыночным продажам еврозоны снижение в годовом выражении на минус 0,7%. Также напоминаю, что на прошлой неделе вышли данные по инфляции в еврозоне. Там было зафиксировано снижение с 2,6% до 2,4%. Поэтому мы готовимся к тому, что Европейский Центральный Банк начнет раньше ФРС снижать процентную ставку. Вряд ли это произойдет в этот четверг, но я очень жду от Лагард, что она сделает заявление о том, что готова смягчить экономическую политику. Поэтому здесь ожидание закрепления пары ниже отметки 1,08. И рынок нефти, друзья, сантимент изменился. Сейчас большинство уже трейдеров находятся в длинных позициях. Я предлагаю ставить нефть теперь в покой, посмотреть за предстоящим докладом ОПЕК и за развитием событий, связанных с геополитикой. Последить за тем, будет ли все-таки Иран вовлечен в конфликт Палестины и Израиля. Если будут для этого предпосылки и основания, что это неизбежно, тогда вернемся к длинным позициям. И пока статус-кво. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока.